а салам а галейкум до стар был каштанов минен каштанов реакшн канала макош кельти низдер и сегодня у нас будет реакция на видео под названием россия удивляет казахстан шокирует рф ценами на автомобили курс рубля ребята видео максимально свежие поэтому предлагаю поскорее приступить к просмотру хотя вот тут прочитал название россия удивляет казахстан шокирует рф ценами наверное все-таки казахстан удивляет и в то же время казахстан шокирует ценами наверно как так должно быть логически ну не суть давайте приступать к просмотру привет друзья рост цен на новые автомобили в россии сейчас прекратился однако несмотря на укрепление рубля снижать стоимость машин дилеры не спешат при этом соседних дружественных государствах новые авто стоят существенно дешевле сегодня покажу вам разницу в ценниках на примере модельного ряда hyundai в казахстане и в россии отлично ребята я так понимаю должно быть прямо наглядное сравнение знаю что цены упали но не на те уровни как еще вот три-четыре месяца назад далеко не на те но чуть-чуть скинули причем сравнивать я буду реальные цены в автосалонах они те что декларирует производитель на своих сайтах отлично отлично друзья прежде чем продолжить хочу попросить вас подписаться на канал и поставить лайк за что буду очень благодарен и так начну с кроссовера hyundai тусан 2021 года выпуска в исполнении лайфстайл который оснащен двухлитровым дизелем на 190 лошадиных сил в сочетании с автоматом системой полного привода за 3 миллиона пятьсот четырнадцать тысяч рублей включая допы на 150 тысяч при этом в соседнем казахстане точно такой же автомобиль стоит 20 миллионов 500 тысяч тенге что в пересчете на рубли составляет 2 миллиона шестьсот тысяч то есть разница для достигает 900 тысяч рублей практически лям охренеть ну сколько затратишь на поездку ребят на самолете есть уж да так по богатому и чтобы совсем быстро ну сколько там по моим 1040 туда обратно стоит билет но это если смотреть дал маты да допустим нур султана скорее всего дешевле а потому что он ближе ну и туда там еще ты здесь это потратишь того вся тысяч туда обратно чтобы за тачкой а ну в принципе это же в один конец обратно тачку можно своим ходом погнать ну короче ребят это сто процентов выигрышный вариант сто процентов следующий пример кроссовер hyundai santa fe 2021 года с 35 литровым 249 сильным атмосферником в сочетании с автоматической коробкой передач и полным приводом в рф обойдется покупателям 5 миллионов 317 тысяч рублей включая допы на 500 тысяч казахстане же за аналогичный автомобиль дилеры просят 25 миллионов 400 тысяч стенге или 3 миллиона двести шестьдесят тысяч рублей что на 2 миллиона рублей дешевле я короче примерно понимаю да чем автомобиль выше классом и дороже тем разница в россии и казахстане больше ну и конечно же ребята мне режет слух тнг автор скорее всего из россии и делают вот такое сравнение конечно же не знает вот этих тонкостей и особенностей так что ребята давайте сильно не бомбить и немножко так закроем глаза на это что называется простим на автора этого видео ну как бы кто мы такие чтобы его прощать но все же да конечно же тенге компактный кроссовер hyundai creta в комплектации classic с 1.6 литровым 123 сильным мотором в сочетании с автоматической коробкой передач и передним приводом обойдется покупателям в россии в 2 миллиона 5000 рублей кстати ребята чисто внешне мне эта тачка не нравится абсолютно вот эти вот фары просто убожество я не знаю ребят плюс в чатка говорится кто со мной согласен однако в казахстане такую же машину можно купить за 11 миллионов 350 тысяч тенге или 1 миллион четыреста пятьдесят тысяч рублей при этом кроссовер выйдет дешевле на 555 тысяч российских рублей полу ляма и еще один вариант седан хенге солярис версии комфорт оснащена 1.6 литровым атмосферником на 123 лошадиные силы и автоматической коробкой передач в российском автосалоне оценили в 1 миллион семьсот восемьдесят тысяч рублей включая допы на 160 тысяч в казахстане же за на валяга автомобиль который там продается под названием hyundai акцент дилеры просят 9 миллионов семьсот девяносто тысяч тенге или 1 миллион двести пятьдесят тысяч российских рублей пересчете по актуальному курсу то есть в казахстане этот седан изначально дешевле на 530 тысяч рублей анализ цен по автомобилям с пробегом я сделаю в одном из следующих обзоров но уже сейчас могу вам сказать что подержанное авто там тоже заметно дешевле друзья к структуре могут ли поставки дешевых машин из казахстана и белоруссии способствовать снижению цен у российских дилеров давайте обсудим это в комментариях так ребята ну тут наверное справедливости ради стоит заметить и отметить что в целом зарплаты ниже в казахстане соответственно и уровень продуктов различных товаров тоже подстраивается под эти цены поэтому для скорее всего вас это обычные цены на иномарки до назовем это так у вас то не было вот этих диких скачков как у нас после этих февральских событий у нас конечно все улетела в гору в космос но особо оттуда не хочется возвращаться что называется так что не знаю когда все это более-менее нормализуется ребят я конечно в это верю и хочу чтобы это случилось поскорее как говорится еще при моей жизни блин да такая немножко нотка черного юмора да но все же блин очень надеюсь что скором времени все это закончится рано или поздно все равно все закончится ребят все плохое на все закончится и наступят светлые дни светлые моменты принципе здесь наверное все ребята цены конечно отличаются кардинально но я думаю все это в целом и поправка на то что уровень зарплат разный вот и все ну плюс конечно как я уже ну я ребят сидите я уже повторяюсь потому что тут в принципе особо говорит и нечего наверное давайте завершать эту реакцию рахмет что посмотрели это видео вместе со мной подписывайтесь на канал кто еще не подписался ставьте лайки пишите комментарии все давайте до стар всем пока удачи до встречи